160 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского. На родину великого ученого и конструктора приехали космонавты, историки, занимающиеся изучением его наследия, и правнуки. Торжественное мероприятие начали с возложения цветов к памятнику основоположника теоретической космонавтики. Спасибо, что вы цените великого русского ученого, который много создал и придумал всю эту космонавтику, и проводите чтение. И низкий вам поклон из города Королева, из города Калуги, и всех-всех вам благ. Гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Королева, города Циолковского и других регионов собрались на Всероссийскую научно-практическую конференцию. За именем из учебника они призывают увидеть живого человека с его мыслями, мечтами и житейскими радостями. Человека, который фантазировал и искал научные способы для воплощения своих идей. Циолковский – это целый мир. Это не только космонавтика, это не только воздухоплавание, философия, биология. Циолковский – это 40 лет педагогического труда и награды за педагогический труд, и ордина Святого Анна, Святого Станислава именно за педагогику. Чтобы лучше узнать Циолковского, на сцене Рязанской филармонии прозвучала музыкально-театральная композиция «Гражданин Вселенной». Ее исполнили актеры Скопинского театра «Предел» и симфонический оркестр. Кость, ты куда? Чего ты собираешься делать? Вот, хочу испытать свой новый корабль. Два дня мастерил, и крылья к нему предел. И теперь он полетит, как птица над облаками. Открыл конференцию космонавт и почетный гражданин Рязани Владимир Аксенов. Он напомнил, что космос прочно вошел в нашу жизнь. Космическими изобретениями каждый из нас пользуется в быту. И первую страницу в истории освоения внеземного пространства открыл именно Константин Циолковский. Невероятно совершенно, что наш великий земляк мог впервые в мире написать формулы, написать образы будущих ракет, будущих космических кораблей с их содержанием, системами и так далее. Как должен работать человек. Это еще до того, когда еще авиации не было. И вот этот человек написал то, что потом реализовалась жизнь. Вот в этом его величие. Итоги конференции будут подведены после шести часов вечера. Основные тезисы выступлений издадут отдельным сборником. На его страницах окажутся мысли и изобретения современных Циолковских. Ведь им и ученого стало символом космонавтики. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».